В Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан состоялось заседание при участии представителей соответствующих ведомств, ректоров высших учебных заведений Республики. В фокусе внимания участников вопрос обеспечения независимости вузов, новшества, отраженные в постановлениях о дополнительных мерах по обеспечению академической организационно-управленческой самостоятельности государственных высших образовательных учреждений, а также о мерах по предоставлению финансовой самостоятельности государственным высшим образовательным учреждениям. Система высшего образования в Узбекистане. Значимая реформа в ней началась в октябре 2019. Именно тогда был принят указ президента об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, определившей приоритетные направления системного реформирования высшего образования. Принят еще один важный документ, направленный на развитие сферы. Это постановление президента о дополнительных мерах по обеспечению академической и организационно-управленческой независимости учреждений высшего образования. Этот поистине исторический документ для вузов страны стал ключевой темой встречи, проведенной в Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан. В ходе круглого стола руководителями высших учебных заведений по пунктам были рассмотрены возможности, которые предоставляют данные постановления. Это постановление долгожданное для многих вузов страны, потому что возникал ряд вопросов при осуществлении намеченных задач. Постановление дало возможность академической независимости. Впредь вузы могут утверждать свой учебный план, учебную программу своим научным советом. Это окажет влияние и на создание конкурентной среды среди высших учебных заведений. Каждый университет, институт будет стараться создавать свою учебную программу таким образом, чтобы абитуриент мог выбирать подходящую для себя платформу. При этом важно учитывать международные стандарты образования. Также теперь можно приглашать зарубежных специалистов на контрактной основе. Если в будущем есть желание расширить деятельность вуза, создавать такие образовательные программы, которые могут готовить специалистов, отвечающих современным требованиям рынка труда, должны быть соответствующие условия. Это и библиотеки, общежития, оснащенные аудиторией. Теперь для создания таких условий вуз вправе сам принимать решения. В направлении докторантуры также предоставляются широкие возможности. Вузы, исходя из своего научного потенциала, своей стратегии, могут намечать свою программу по приему в докторантуру. Раньше выделялось определенное количество квот. Их количество возросло благодаря реформам в системе образования, но этого недостаточно. Поэтому в ближайших планах увеличение количества студентов, несомненно, улучшение качества преподавания, развитие научно-исследовательского потенциала, а также цель войти в топ университетов мира. На встрече руководителями высших учебных заведений были обсуждены и задачи, указанные в другом документе за подписью главы государства. Постановление о мерах по предоставлению финансовой самостоятельности государственным высшим образовательным учреждениям. Итак, финансово независимыми ВУЗы станут уже с 1 января 2022 года. Упраздняются попечительские советы. Вместо них вводится структура наблюдательных советов без статуса юридического лица. Самое финансирование – путь к осуществлению еще одной приоритетной задачи, внесенной в концепцию. Это создание в высших образовательных учреждениях технопарков, форсайт-центров, центров трансферных технологий, стартапов и акселераторов за счет широкого привлечения зарубежных инвестиций, расширение масштаба платных услуг и других внебюджетных средств. Насколько ВУЗы сегодня самостоятельно могут управлять своим ВУЗом и насколько самостоятельно могут решать многие вопросы, связанные с академическими вопросами, связанные с финансовыми вопросами. 35 ВУЗам предоставлена такая возможность. То есть каждый из ВУЗов может на основе профессиональных стандартов самостоятельно разрабатывать коллекционные требования, он может разрабатывать именно учебные программы, и учебные планы. Это очень важно, потому что сегодня каждый ВУЗ должен иметь определенную конкурентную среду. Постановление позволяет именно создать такую конкуренцию, чтобы каждый ВУЗ мог выставить себя, то есть показать свои способности. Каждый ВУЗ должен сегодня добиться определенного качества в системе образования. А качество это непосредственно связано именно и с организацией учебного процесса, это с вопросами интеграции науки производства и образования. Потому что сегодня каждый ВУЗ должен самостоятельно решать многие вопросы, в том числе и уметь зарабатывать деньги. То есть он должен через науку, через образование уметь именно развивать свою науку, развивать образование. Еще одно важное изменение коснется и академической независимости. То есть с 2022-2023 учебного года ВУЗам предоставляется возможность внедрять академические программы без постороннего вмешательства, выбирать язык обучения. Отныне у них будет право самостоятельно разрабатывать содержание учебных программ, определять общее количество студентов, порядок приема на бакалавриат, магистратуру. Одним из важных этапов реализации концепции развития системы высшего образования Узбекистана до 2030 года является обеспечение академической и финансовой независимости ВУЗов. Что это даст? В первую очередь университеты смогут сами разрабатывать учебные программы, формировать профессорско-преподавательский состав, создавать учебную литературу, налаживать международные связи. В первую очередь это позволит ВУЗам самим определить для себя направление и разработать стратегию, выбрать перспективные специальности, также обеспечить качественное образование и готовить специалистов, исходя из требований рынка труда. Если не добьемся независимости со финансовой стороны, то, соответственно, академическая независимость не принесет ожидаемых результатов. А создаваемые возможности для ВУЗов, несомненно, будут способствовать их развитию и повысить качество образования. Вместе с тем отмечалось, что до конца 2022 года учебный фонд библиотек всех ВУЗов страны переведут в электронный формат. Вся литература будет собрана в республиканскую платформу «Электронная библиотека». Раньше ВУЗы не могли самостоятельно предоставить гриф или не могли самостоятельно издать какой-то учебник. Но сегодня предоставляется возможность, то есть каждый ВУЗ, он может у себя в типографии разрабатывать свой учебник, свои учебные пособия для того, чтобы студенты могли ими пользоваться. То есть сегодня мы должны разрабатывать современные базы данных. Мы должны сегодня иметь определенные информационные ресурсы, чтобы каждый мог самостоятельно посмотреть, что имеет сегодня ВУЗ, какие имеются возможности. Как отметили на встрече, все эти преобразования возлагают в первую очередь огромную ответственность на сами ВУЗы. Ведь используя созданные возможности, перед ними стоит задача поднять на качественно новый уровень процесс подготовки высококвалифицированных кадров.